И вот мы с вами в Большом зале Свердловской филармонии. Когда мы заходим в зал, нам прежде всего бросается в глаза убранство зала, знаменитая сцена, на которой выступали выдающиеся музыканты, а в центре сцены единственный инструмент, который никогда не убирается, а стоит здесь с самого своего момента рождения, наш большой концертный орган. В торцевом фойе зала мы расположили пульт, который был установлен в нашем органе с самого начала. В 1973 году технологии были таковы, что все регистры переключались при помощи ассистента, при помощи вот этих клавиш. И вот эти маленькие комбинации, они тоже помогали переключать звучание органа быстро. Но прошло время, прошло 40 лет, эти технологии устарели, к ним на смену пришли компьютерные технологии, и мы заменили этот пульт на новый, современный, который мы сейчас с вами пройдем. А этот оставили для наших зрителей в качестве исторического памятника, в качестве напоминания о том, как это было раньше. Но при этом просим не прикасаться к инструменту. Ну а вот это мозговой центр нашего органа. Собственно, место, где работает органист, он сидит на этой лавке, играет на клавиатурах. У нас в нашем органе три клавиатуры, которые мы называем мануалы. И еще одна клавиатура внизу для ног, которую мы называем педаль. По бокам расположены вот такие рукоятки. Это рукоятки, при помощи которых мы включаем те или иные звуковые краски органа. Мы называем это регистры. Кроме того, у нас есть возможность эти звуковые краски заранее запоминать в процессе подготовки к концерту. И дальше уже на самом концерте менять эти звуковые краски нажатием одной, вот так вот, или нескольких разных кнопок. Вот это место для нот, где органист на всякий случай сверяется с тем, что хотели композиторы в своих сочинениях. Ну и что еще осталось показать? Вот здесь у нас расположено зеркало. Оно необходимо органисту для того, чтобы играть в ансамбле с оркестром, с различными исполнителями, чтобы видеть дирижера, ну или в крайнем случае видеть вас, дорогие слушатели, как вы слушаете органную музыку во время концерта. Трубы в органе располагаются таким образом, чтобы они не просто хорошо звучали, но и до них можно было легко добраться органному мастеру для их обслуживания и настройки. Впрочем, это не всегда получается у органных мастеров. Меня очень часто спрашивают, а чем орган отличается от фортепиано? Ведь на вид клавиатуры очень похожи. Главное отличие в том, что на фортепиано при помощи силы удара по клавишам мы можем регулировать громкое звучание. Мы можем играть громче или тише. На органе это сделать невозможно. Мы можем взять одно сочетание и попробовать, я вам покажу. Вот я мягенько нажимаю. И сильно нажимаю. Ничего не меняется. В органе мы можем регулировать громкое звучание, только лишь выбирая те или иные регистры. Регистры погромче, регистры потише. Но чтобы это было плавно, в органе придумано несколько приспособлений. Например, есть такое приспособление, барабан, вальцы, которые мы можем подкручивать, постепенно добавляя новых-новых звуковых красок от пианиссимо до фортиссимо. В одну сторону крутим, становится громче, в другую сторону крутим, становится тише. А второе приспособление – педаль швеллера. Швеллер, вот эти створки, позволяют делать звук тише или громче, просто дверцы закрываются, и звук остается внутри органа, и дверцы открываются. Как это выглядит на практике? Вот так громко. Так стало немножечко тише, если мы сделаем. Вот сейчас звука прибавилось, когда я открыл створки. Помимо этого, у нас есть вот эти кнопки, которые позволяют переключать заранее запрограммированные звучания. И вот эти кнопки внизу в ногах, они дублируют вот эти кнопочки, и органист может тогда, когда руки заняты, включать новое сочетание ногами. Наш орган весит больше 30 тонн. Это огромная масса, которую надо чем-то удерживать, а наш орган расположен на сцене, который на втором этаже. И вот то, что мы видим, вот эти балки, это и есть то, что удерживает наш орган. Это конструкция металлических баллов. Если мы пройдем сюда, мы попадем с вами в самое сердце органа, его моторный отсек. Вот, собственно, само сердце. Это мотор, который нагнетает воздух, который попадает потом в трубы и работает, создавая звук. А вот за мотором это легкие органы, это его меха, то, где набирается воздух, куда он накачивается, и откуда он потом распределяется по сосудам, по воздуховодам, распределяется по всему органу, создавая необходимое давление под трубами, чтобы органист потом, нажимая клавишу, открывал заслонку под каждой конкретной трубой, и возникал звук. Орган — самый большой и самый сложный музыкальный инструмент. Он состоит из огромного множества, из десятков, иногда из сотен тысяч различных деталей, каждая из которых должна работать идеально для того, чтобы звучание инструмента было точным, красивым, ярким, чтобы оно передавало то, что задумал композитор, то, что хочет сам исполнитель, и то, что хотят слышать наши слушатели в зале. Звучание инструмента от самого-самого тихого до грандиозного, самого громкого. И вот именно громкими аккордами я хочу закончить нашу экскурсию по органу фрагментом сочинения Франца Листа.